Доброе утро, друзья! Есть у меня такой один знакомый, которого, о чем не попросишь, все время говорит «я не умею». Недавно попросил его посидеть с племянницей, и он мне на это говорит «я не умею». Я так расстроился и отвечаю ему «так научись». Ну, ну, говорит, так мне поздно учиться. А я считаю, что учиться никогда не поздно. Предлагаю так и назвать тему сегодняшней программы на календаре 12 февраля, среда, и вот что вы сегодня увидите. Можем все! Кулинары сделали новый шедевр. Школа критики и Север в Лицах. Проекты областной научной библиотеки. Рейтинг уникальных котов России, документальный фильм о Бартике и строительство плавающих вездеходов. В рубрике «Утро на лапах» грандиозные планы Владислава Евглевского и кота Сэма. Профессии, о которых мечтали в детстве. Кому из мурманчан удалось воплотить желаемое в жизнь? Всем привет! Наверное, у каждого из нас была мечта в детстве. Особая, безумная. Например, я мечтала стать морячкой и бороздить под палящим солнцем мировые океаны. В поисках приключений и сражаться с чудовищами, как Синбад-мореход. Но, как видите, не сложилось и приходится бороздить город Мурманск в поисках людей. Кстати, давайте узнаем у мурманчан, кем они мечтали стать в детстве. Медикам. Нравилось лечить, помогать другим. Но до сих пор во мне есть противоречия, потому что я вроде и хочу медикам, но уже как бы поздно, так как и заканчиваю уже колледж искусственный. Я хотел быть банкиром. Мечта сбылась? Нет, я на самом деле сейчас не хочу быть банкиром. И, наверное, она переосмыслилась. Где-то к концу школы захотелось стать нужным профессионалом. Вот так. Неважно, в какой сфере. Учительницей, врачом, а стала инженером-строителем. Как решение это приняли? Не помните уже. К отцу приходил мастер строительный. Симпатичный. Очень понравился. Таксистом. Почему таксистом? Не знаю, может быть, так хотелось. Потому что детство было далекое, тогда машин очень мало было вообще. Поэтому хотел таксистом стать. Мечта сбылась? Нет. Купил просто машину потом. Дояркой. Почему дояркой? К бабушке приезжала, беременнее жила. Мечта осталась дояркой. Сбылась мечта? Нет. Почему, если не секрет? Ну, живу в городе. Выучилась техниками. Работаю. Ну, раньше, как и всех, кто здесь жил, наверное, привлекали моря. Но с развалом, с моря пришлось забыть. Теперь сухопутные товарищи. Здесь не получилось. Не получилось. Ну, может, и не жалею. Ветеринаром. Почему? Потому что люблю животных. Мечта сбылась? К сожалению, нет. Родители переубедили. Сейчас жалею. Жду, когда дочка вырастет. И поможет мне осуществить мою мечту. Программистом. В игрушке всякие играл и хотел игры делать сам потом. Но как-то не получилось. Программировалась школа, в университете. Я набрал баллов. Поступил туда, куда я не хотел. По мужской линии все военные были. Ну, да, мечта такая, на самом деле, была. Военный флот морской. К сожалению, не получилось по здоровью. Как говорится, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Жизнь не стоит на месте. Меняются убеждения, меняются обстоятельства, люди вокруг. И мечты тоже меняются. И все это нормально. Главное верить в себя и свои силы. До новых встреч, друзья. И всего вам доброго. Сегодня, 12 февраля, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, сильная гололедица. Ветер южный, юго-западный 6,11 метров в секунду. В порывах до 17 метров в секунду. В Кандалакше 0 градусов. В Апатитах и Кировске минус 1, плюс 1. В Никеле и Заполярном также минус 1, плюс 1 градус. До одного поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 1, плюс 1, небольшой снег. Сегодня солнце взойдет в 9.31. Зайдет за горизонт в 16.34. Удачного вам дня! Сегодня мы встречаем утро в гостях у путешественников Владислава Евглевского и кота Сэма. Эти отважные ребята одолели расстояние между Мурманском и Владивостоком, проехали более 20 тысяч километров и посетили 15 городов России. И все это за 91 день. Доброе утро! Доброе утро! Мурманский кот по кличке Сэм попал в рейтинг легендарных котов России. Наш усатый земляк оказался на шестой строчке рейтинга по версии портала Social Media News. Еще бы! Ведь Сэм – знаменитый кот-путешественник, который сопровождает своего хозяина Владислава Евглевского во всех его туристических походах. Знаменитыми эту парочку сделало путешествие автостопа – Мурманск-Владивосток-Мурманск. В самый разгар зимы они отправились покорять просторы Родины, несмотря на то, что все складывалось не в пользу этой затеи – от погоды до финансов. Я люблю такие ситуации, когда все говорит «нет, ты берешь и делаешь». Я составил определенные 10 себе задач и понял, что я могу только туда дойти пешком, либо каким-то образом, если кто-то подвезет, то подвезет. У меня есть вся компетенция, чтобы выжить. У меня есть все навыки, умения. Я прожил в лесу не один… Ну, то есть, если сложить общее количество времени. Я прожил более года в лесу. Я знаю, как себя вести, я знаю, что требуется для этого. Но у меня не было навыков передвижения на попутках. И этому я учился. Кажется, что с самого детства жизнь готовила Владислава к этому путешествию. Его первый и длительный переезд состоялся в 12 лет, когда вся семья решила переехать из Украины на крайний север. Природа полуострова покорила сердце нашего героя. Для меня это был нонсенс, потому что я переехал в апреле и увидел снег. То есть, у меня на родине уже подснежники, там, вовсю уже сажать, ну, уже полоть. И… А тут приезжаешь, есть сугробы еще. И было светло. В скором времени Владислав увлекся туристическими походами, благодаря которым изучил природу Кольского заполяря и овладел навыками выживания в лесу. Досуг превратился в любимое дело. А вскоре подарил ему усатого напарника. По пути домой из очередного похода Влад услышал жалостливое мяуканье. Это был маленький, замерзший и еле живой котенок. Наш герой отогрел, отпоил и поселил котенка у себя дома. С тех пор они неразлучны. А как пришла идея взять с собой котенок? Просто. У нас был пробный выход перед Владиком, как раз зимний, поскольку это снег. Ну, я взял его с собой и пошли. С ним на улицу, у Алеши погуляли, просто полазили. Просто я вообще не был никогда зимой с собой. Ну, как это вообще к снегу мог относиться? Ну, попрыгал, полазил там, покричал немножко. Потом мы с ним прогулялись просто пешком от Кольского моста. То есть я одел все снаряжение, оба рюкзака. Доехал в этом виде, ну, до конечного 18-го автобуса. И оттуда пешком дошел до памятника Алеши. В тот момент я жил на Александрово. Полностью пешком через весь город. И мне было посмотреть, как он себя будет вести, вот в такой вот нестандартной ситуации. Как казалось, вообще, как абсолютно ему все равно. Что он в походе у меня с приоткрытым рюкзаком вылазит, на все это наблюдает. Что в городе? Ну, потому что все же был интерес, как у машин, как что. Вот, то есть он вылезет, головой посмотрит, машину видел, ему что-то не понравилось, он взял, спрятался. Все, сидит опять в рюкзаке. Ему скучно, опять вылез, там, берет, начинает, там, лапой со мной играть иногда. По поводу, чтобы он не заболел. Что я делал? У меня фляга алюминиевая, ну, на 900-мм, ну, обычная фляга для походов. Я в нее заливал кипяток, внизу у меня ткань, кладу ее на ткань, сверху ткань и на ткань уже кот. А, и ему так тепло? И получается искусственный термос в рюкзаке. Одной фляги хватало на 4 часа. Мы поэкспериментировали, причем было такое, что вот я сам замерзаю, в рюкзак руки, ну, открываю рюкзачок, смотришь вот так вот, и из рюкзака идет пар просто. И в рюкзаке можно было погреть руки, потому что на улице минус 35, в рюкзаке плюсовая температура. На ближайшее будущее у Владислава Евглевского грандиозные планы – исследование Арктики. Сейчас Влад трудится над строительством плавающих вездеходов, на которых он отправится в путешествие вокруг Кольского полуострова, а затем организует бесплатные турпоходы для жителей Мурманской области. Кто знает, какие рейтинги ждут еще наших героев, ведь для них нет никаких преград. Юлия Константинова, Сергей Расюк, ТВ21. Доброе утро! Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, что никогда не поздно учиться. Вот, например, в одну индонезийскую пекарню поступил необычный заказ. Молодожены захотели какой-нибудь необычный торт, но чтобы он был не слабкий. Кондитеры не растерялись и выполнили. Они сделали торт из лапши быстрого приготовления, а украсили его тушеным мясом и фрикадельками. Несмотря на странность этого тортика, теперь у пекарни нет отбоев от клиентов. Сотни людей хотят заказать чудо из лапши на дни рождения, корпоративы и другие праздники. Вот если бы кондитеры ответили, что мы такое не делаем или не умеем делать, то все могло сложиться совсем по-другому. И они не были известны на весь мир. Предлагаю посмотреть, что будет далее в нашей программе. Совместные тренировки. Спортсмены готовятся к соревнованиям. Премия «Оскар» в мире туризма. Грузия рулит. Как научиться критиковать правильно? В областной научной библиотеке продолжается необычный проект. Сегодня у нас в гостях сотрудники областной научной библиотеки Татьяна Скворцова и Иван Чернышев. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что на протяжении 2019 года на базе библиотеки реализуется проект «Школа критики». Иван, можно рассказать подробнее, что же это такое? Вообще, что это такое? Проект «Школа критики» — это действительно школа, в которой мы готовим критиков. Начиная вот с 2020 года мы получили поддержку Минкультуры. И лично министр к нам приходил, выразил, так сказать, одобрение нашей деятельности. И мы сейчас развертываем широкую деятельность по именно обучению критики. Приглашаем и местных, и, возможно, будущим федеральных экспертов по критике, по театру, кто мог бы действительно дать необходимые знания, необходимые информации, чтобы у нас наша Северная школа критики именно образовалась и появились новые качественные рецензии на тот культурный продукт Заполярный, который именно производится здесь в области. Это и театр, и литература, и музыка. То есть это действительно такие интенсивные занятия по подготовке критиков. Ну, такого школы, в принципе, больше нету, да, у нас, можно сказать? Совершенно нет. Вы первые, так скажем, единственные. А как пришла в голову эта идея? С чего все началось вообще? Мы перешли к практике вот с 2020 года. А проект, действительно, как вы верно сказали, с 2019 года реализуется. И первый год он был годом теории, потому что прежде чем критиковать, нужно научиться. И вот мы занимались очень плотной теорией в течение 2019 года. Изначально проект возник в связи с пожеланиями молодежного литературного объединения «Полярный день». Это молодые писатели, которые хотели, ну, на материале классики научиться писать лучше и критиковать лучше. Ну, чтобы не было такого «нравится, не нравится». Да, 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 вот как сейчас распространено «А, нравится!» Лайкали по исполну, да. Чтобы просто обладать теорией и самим научиться, и других потом тоже разбирать компетентно. И вот мы в течение года разбирали, там, по сути, я читал лекции по теории литературы. Я сам просто кандидат в литературе, у меня есть, ну, скилл. Вот, и мы изучали там сюжет, композицию, героя, время, пространство. Вот, в общем, все базовые теоретические по литературе аспекты мы изучили. И в этом году у нас выйдет методичка. По этим кульсатам она будет как такой карманной справочной критикой. И вот в этом году мы уже переходим к практике. И я думаю, что будет успех, потому что по теории был успех. Наши постоянные участники там занимали места в литературных конкурсах, побеждали и на федеральном уровне отмечались. Я думаю, что и с критикой у нас тоже все сложится. Уже пошли первые рецензии и довольно неплохие. А на какой вот литературе идет вот это обучение? Это больше русская или зарубежная литература? И русская, и зарубежная. То есть обучение шло в основном, конечно, на классике. Ну, классики 19-20 века прежде всего. То есть мы касались более ранней литературы, но меньше. То есть поскольку я сам достоевист, я много даю примеров из Достоевского. Но из зарубежной литературы мы активно использовали именно в основном 20 век. То есть тех, кого считают сложными, типа Джойса, мы достаточно неплохо Фолкнера разбирали. То есть те, кто ходил на школу критики регулярно, получали действительно уникальные знания. А ну, допустим, вы брали литературу, ну, на литературной основе работали. А в дальнейшем хотите брать, вот как вы сказали, театр? Может быть кино, кинофильмы какие-то известные, да? Да, конечно. Мы сейчас действительно переходим больше к театру. И вот ближайшие, я думаю, месяцы, вот это первые полгода 20-го года, действительно у нас будет в основном о театре. Но в дальнейшем, конечно, мы хотим работать с любыми видами искусства, которые требуют критики. И в том числе, я думаю, что у нас сложится из кино тоже. Ну, если школа критики – это уже проект, который реализовался и реализуется в дальнейшем. А вот новый проект под названием «Север в лицах». О нем мы тоже ничего не знаем. Расскажите, пожалуйста, нам, что же это за проект? С удовольствием расскажу. Это проект, который посвящен людям, живущему на Севере. Мы будем приглашать самых интересных личностей, медийных, известных, которые будут рассказывать о себе, о своей жизни, как повлиял на них Север. Может быть, они родились на Севере и очень любят вот этот, почему они его любят. Как они добились своего успеха, что на них влияло. И мы будем показывать этих людей именно с человеческой стороны. Может быть, их знают больше как специалистов своей профессии, а мы хотим показать именно людей, которые здесь живут у нас на Севере. И почему так хорошо на Севере у нас жить. В первую очередь, конечно, мы будем это показывать для молодежи. Но ждем всех гостей, кому это будет интересно. Встречи будут открытые. Можно будет задавать вопросы нашим выступающим. Ну, наподобие ток-шоу, да? Да, я как раз хотела рассказать, что мы надеемся, что это получится полноценное ток-шоу. Вот вопрос тогда. Как же родилась эта идея и зачем это нужно? Приглашать людей, чтобы они рассказывали про Север? За цель. Ну, как появилась идея? Можно сказать, что у этого проекта есть небольшая предыстория. Еще с 2017 года мы проводили встречи с представителями разных профессий. Изначально говорили о специальностях, о том, что люди делают в рамках своей работы. А потом со временем мы поняли, что интереснее говорить именно о человеке, а не о том, что он делает в рамках своих обязанностей. И вот из этого мы уже стали думать, что можно придумать. И родился вот этот проект в Север в лицах. Зачем это нужно? Чтобы показать, что у нас действительно интересно жить. Что у нас действительно происходит много всего замечательного. Что у нас есть прекрасные люди, которые добиваются успеха. которые развиваются и развивают нашу область, наш город. И вот такие у нас цели. Так, ну и сразу, первый, вот когда начнется, будет открытие. И кто будет первым приглашенным гостем? Мы будем начинать этот проект с конца февраля. И пригласили самого Евгения Гомана. Министра культуры. Да, да, конечно. А как же еще начинать наш проект, как не с такой знаковой личности? Так что мы надеемся, что будет такой очень красивый старт. И будем обязательно информировать всех наших посетителей сайта, всех наших читателей, всех заинтересованных людей о конкретной дате. Вот конец февраля. Ждите в новостях, обязательно будет. Так, ну а в дальнейшем вот есть уже план, наметки, так скажем? Кто будут эти люди? Может быть, поделитесь секретом? Мы ведем переговоры. Переговоры мы начинаем. С кем, ну хотя бы, несколько фамилий секретом. Но я скажу, что мы хотим приглашать очень известных, очень интересных людей. Но и в дальнейшем, может быть, мы будем приглашать уже молодежь, которая известна не в больших кругах пока, но делает что-то классное, что-то интересное, которые тоже могут поделиться своим опытом с молодежью, со старшим поколением. В общем, хотим показать Север в разнообразных лицах, чтобы все его знали. Чтобы, как сказать, молодежь, которая пытается реализовать себя, и получается ли у них это или нет. Ну и те, кто уже что-то добился. Есть же такие, вот, Иван Сергеевич, что-то, что-то очень много чего требуется. То есть, может быть, и вы станете гостем, да? Конечно. Я думаю, что я с удовольствием ответил на вопросы, да, и моей литературной деятельности, и вообще любой, что все в контакте. Ну и о жизни, о детстве, о юности. Мы обязательно обо всем об этом будем говорить с нашими участниками. Ну и с их разрешением будем показывать какие-то фотографии, может быть, их, ну, только, естественно, с их разрешением, если они будут не против это транслировать. Хорошо. Все, вы ответили на все мои вопросы. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас были сотрудники областной научной библиотеки города Мурманска. Приходите еще к нам. Ждем вас с нетерпением. Спасибо. Спасибо, приглашаю. Доброе утро, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что тема сегодняшней программы – учиться никогда не поздно, особенно если к учебе подходят креативным способом. В Мурманске состоялась совместная тренировка сборных по кумите и по кота Федерации Кьокусинкай. Тренировки проводились в двух спортивных залах. Всего участвовало более 50 спортсменов, инструкторов и спортивных судей. Спортсмены получили новый опыт, который поможет и достойно выступит на первенстве России в Москве. А я и говорю, что учиться всегда интересно. Было бы желание. А сейчас предлагаю посмотреть, что будет далее в нашей программе. Мини-тур по городам России. Отчет хоккейного клуба «Мурман». Бесплатная еда и бесплатная рабочая сила. Три индиота помогают в Грузии. Как стать умнее, продуктивнее и сильнее? Ну, по крайней мере, нужно общаться с теми, кто умнее тебя. Это как в спорте. Нужно выбирать сильного соперника, тем самым закаляться. Небольшой данжет от хоккейного клуба «Мурман». Как у них там дела? За семь прошедших дней парни сыграли три матча на выезде. Мини-турне начинается с города Первоуральска, что под Екатеринбургом. Соперник – уральский трубник. Дома «Мурман» уступил с разницей в один мяч и горит желанием взять реванш. Под конец матча наш вортарь Антон Ахмеров берет пенальти. Итог матча – боевые 3-3. Максим Шаряев. Отбил мяч Ахмеров. Добивание. Нет, добивание не получилось. Спустя два дня «Мурман» все дальше от дома. За почти 2500 километров от Первоуральска наших парней уже ждет Красноярск. Хозяин льда словно Гудвин – великий и ужасный Енисей. Статистики сибиряков в этом сезоне позавидует любой боксер. 19 побед и всего одно поражение. Мурманчане сопротивляются первый тайм и заканчивают его достойно 2-3. В тайме втором можно цитировать Земфиру. Без шансов, без вариантов. Енисей побеждает 13-4, но чемпионат продолжается. Родина Владимира Ленина – город Ульяновск, завершающий в февральском мини-турне. В соперниках местная «Волга». Отголоски песни Земфиры слышны уже после первого тайма. Мурманчане уходят на перерыв при счете 2-6. Второй тайм чудо не являет, и наши пропускают еще дважды. На данный момент Мурман занимает предпоследнее место. В чемпионате его ожидают 4 заключительные игры, и все на домашнем льду. Ближайшая из них с архангельским водником состоится уже завтра. Стадион «Строитель» начало 18.30, вход свободный. Приходите и поддержите нашу команду. Александр Суняев, ТВ-21. А вы знаете, как бесплатно поесть миди на Черном море? Ну серьезно, как при этом сэкономить свой бюджет? Мы так сделали во время большого путешествия по Кавказу. Учиться никогда не поздно. Кавказ Поехали. Костя возглавил экспедицию за морскими мидиями. Нашел у отдыхающих очки для плавания, вооружился пакетом и стал добывать нам ужин у ближайшей призмы. Не знаю, как парни, а я вот не очень верила в конечный успех. Колонии черноморских мидий можно встретить на мелководьях морей Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Их можно просто обжарить или же добавлять в блюдо в качестве ингредиента. Все. Индиоты в любой стране могут прожить, понимаете? Отдыхающие были солидарны с Ксюшей и тоже не поверили в мурманского Биар-Грилса. И зря. Но это же море. Здесь всегда найдется чем поживиться голодному путешественнику. Так что импровизируй, адаптируйся, выживай. В мае Батуми еще не сезон. Только начинают к нему готовиться. Красят стены, делают кафешки. В общем, к полному сезону готовятся, чтобы все было красиво и великолепно. Да, Марджоба? Красиво будет. Да, Марджоба? Да, Марджоба. Помочь? В своих путешествиях мы всегда готовы прийти на помощь. И не только друг другу, но и местным жителям. Стены покрасить? Да не вопрос. Ок. Левее, левее, выше, чаще, гуще. Бригадир, бригадир. Давай, 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 быстрее, быстрее. Возьмете к себе в бригаду? Могет. Он бесплатно может работать? Тогда можно. Ксюша тоже загорел с идеей помочь. И если работа Кости носила исключительно практический характер, то рыжая бестия привнесла в этот процесс настоящую эстетику. Азербайджан, Армения, Россия и Турция. Эти четыре страны из года в год стабильно обеспечивают Батуми туристами. Купальный сезон здесь длится с середины мая по конец октября. В 2018-м этот курорт стал обладателем премии World Travel Awards в номинации «Лучшее быстро развивающееся туристическое направление Европы». Среди специалистов эта премия именуется ни много ни мало «Оскаром в мире туризма». Молодой человек, очередь не задерживаем. Разругаться между собой и найти способ примирения – все это нас ожидает в следующей серии «Не проспите». И под занес хочу сказать вам следующее. Каждые новые знания, как в компьютерной игре, делают вас на уровень выше. И чтобы перейти на новый этап вашей жизни, нужно развиваться. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин